В мире идет колоссальное количество исследований и просто дух захватывает. Вот я, например, знаю, что сейчас в Америке рекистр столетних, которых наблюдают, и на которых заполнены большие базы данных, составляет 78 тысяч. А, например, живущих сейчас и зарегистрированных японцев, столетних 64 тысячи. А во Франции, например, 21 тысяча столетних. У нас говорят, что 15 тысяч. 17 на 1 января. Говорят, что 17. 17 тысяч? 17 тысяч столетних. А по Москве какая статистика? Я просто, мы с вами говорили, и мне это удивило. По Москве дорегистрировано в соц.мусбе 600. 600? Да. 600. Но их, наверное, и больше, потому что они не все дорегистрированы. Поэтому по данному старту вообще уже около 3 тысяч. Поэтому исследования идут, и, конечно, это вот считается золотым фондом. Вот такие регистры. Такой регистр есть и в нашем центре. И, конечно, очень тяжело было его собирать, потому что это московские жители. Вот сегодня утром у нас был ролик об одной из участниц нашего регистра. Потому что зайти к ним в квартиру даже довольно сложно. И общаться сложно. И не всегда они хотят разговаривать. А если говорить о регистре, например, японском, мы были в Японии, в Токийском университете, и разговаривали с ученым, который занимается токийским регистром долгожителей, этот регистр составляет тысячу человек, и он делится на три группы. Это молодые столетние 100-105, среднего возраста столетние 105-110, и старшего возраста, это старше 110 лет. То есть человек доживает до 100 лет, становится молодым. Это, конечно, все взеляет оптимизм. Таких вот людей, которым более 110 лет, их очень мало. Это вот просто единицы. В Токийском регистре среди тысячи их 160 человек. Это отдельная градация, которую надо изучать, потому что это, конечно, наверное, действительно там есть какие-то генетические аспекты. А вот то, что вы сейчас показали Италию, и показали Клаудио Франческо, который только что был в Москве, и как раз мы встречались, он будет в России как раз проводить такое исследование большое. И вот он говорил о том, что сегодня, конечно, очень модно секвенировать геном и делать всякие генетические исследования, но уже понятно, что это не решит проблемы. Как вы сказали, тут генетика мало, наверное, игра имеет значение. Он говорит о больших базах данных, о том, чтобы понять, как вот комбинируется эта генетика с тем, как человек ест, ходит, пьет, где живет, какое у него давление, какой у него холестерин, сколько он ест соли, какой его уровень глюкозы и так далее. Поэтому, конечно, это очень-очень перспективное исследование. Но они же и очень дорогие исследования. И такие исследования идут в мире. Например, есть в Европе исследование Markage, которое включает 12 тысяч пациентов. Это длительное исследование, которое идет уже несколько десятков лет, когда отслеживают себе маркеры старения. Такое же исследование есть в Америке, в Балтиморской, оно идет уже 50 лет. В общем, нам, конечно, надо успевать за этим. Нам нужны тоже такие же базы данных исследований, потому что, повторите, это на нашей популяции тоже нельзя, на другие. Могут быть существенные различия. В общем, тут многое можно говорить. Вот это очень интересно. И второе, о чем я бы хотела сказать, это о медицине пожилых. Потому что, действительно, когда речь идет об увеличении продолжительности жизни, мы говорим о том, что мы должны заниматься профилактикой старинестра и фиоутробного периода. Что скорость старения закладывается еще в утробе мамы и зависит от того, какого здоровье, метаболизм, давление у мамы. Но когда мы говорим об увеличении ожидаемой продолжительности жизни после 65 лет, мы говорим о гериатрии, конечно. И как раз вы здесь говорили, например, то есть, вот как только человек пересекает возраст 65 лет, то меняется вообще все. Мы попадаем в королевство кривых зеркал. И там может быть все наоборот. Вот вы сказали, например, гериатр – это единственный врач, который может определить биологический возраст человека на основании клинического осмотра. Вот вы, например, сейчас сказали о долгожитель, который вам пожал руку, и это было крепкое пожатие. Это вот значит, что у него нет синдрома саркопения, и вообще в гериатрии принято пожимать руки пациентам. Вот по силе пожатия мы можем понять, насколько у него возраст асцирноатрофия мышц. И все переворачивается. То есть, все, что для молодого хорошо, для пожилого может быть очень плохо. Например, уровень холестерина высокий, для молодого плохо, а, например, для человека за 90 лет – это очень хорошо. Артериальное давление 150 для молодого – очень плохо. А для человека 90 лет и старше – очень хорошо. Я не могу удержаться. Почему у высоких холестерина хорошо? Ну, сейчас будем в дискуссию. Просто два слова вы говорили. Это проведены специальные исследования на эту тему, и показано, что, во-первых, прогностически это доказано в лонгитудинальных, то есть вот таких пролонгированных исследованиях, что это опять же я не хочу, чтобы зрители поняли, что не надо свой холестерин контролировать. Это НАТО, потому что в молодом возрасте он должен быть телевым, то есть правильный мир он не должен быть. Но для человека за 80 лет, чем выше уровень холестерина, тем выше у него прогноз, если у него не было инфаркта, инсульта в анализе. И поэтому мы даже для первичной профилактики ему не назначаем лекарства, которые снижают холестерин. И можно так продолжать. Что касается еды, то, например, вы вот сказали про мясо, что вроде, чтобы жить долго, не надо есть мясо. Я неправильно поняла, да? Я говорил, что это не очень коррелевно. Не очень коррелевно. Кстати, акинаба там едят в основном свинину, да? Там прям свинину самое любимое блюдо у них, несмотря на это. Поэтому и в гериатрии известно, что не важно, что ты ешь. Вот боковые, например, где много белка или мяса. Главное, чтобы у тебя было белка больше, чем у молодого. То есть вот есть уже вот такие вещи очень интересные в гериатрии, которые действительно, к сожалению, терапевт не знает этих вопросов. К сожалению, гериатр действительно уникальная специальность. Мы сегодня об этом много говорили, еще завтра будем говорить. Но очень приятно видеть пример Коста-Рики и такой результативности гериатрической помощи. Вы знаете, мне вот на самом деле очень жаль, что у нас нет фрагмента российского фильма, да? Потому что это было бы крайне интересно посмотреть на фоне фрагментов из Италии, из Коста-Рики и так далее, да? Потому что российские долгожители меня удивили больше всего сейчас, по-моему, да? И вот потому что перечеркнули, в принципе, мое представление о том, почему они. Да. Ну, посмотрите, например, у нас был прекрасный герой, я никогда не забуду, в Кирове, да, по-моему, да, в Кирове. То есть мы пришли по адресу, да, и приехали писать себе группа, у нас целая группа, там аппаратура, вот, и вот звоним в дверь, никого нет, вот, еще никого нет. Я уже как продюсер стал волноваться, не перепутал ли я адрес, да, и приехали мы в Киров, в итоге это город, да? И как соседка, по-моему, высунулась из окна, да, и Никона, по-моему, как звали нашего героя, она сказала, а, ну, так он гуляет, он вышел гулять, а сколько, за 104, по-моему, года, да? Так он гуляет, он вышел, сейчас придет, гуляет, вернется, да. То есть человек каждый день выходил, при этом человек жил один, у него не было семьи, да, ел он крайне простую, пищу готовил себе сам, да? Ел он очень бедно. Ел очень бедно и жил небогато, совершенно верно. Ну, просто, ну, скажем так, они опровергли в них и наши впечатления о том, что мы ездили до этого, потому что, кроме того, что у них непростая жизнь российских пенсионеров, например, вот, действительно, из Киров-Чепецкого героя, он жил один, да, у него внутри был осколок, который он носил с войны, не осколок, а жампуля, вот, который он во время обороны Ленинграда заработал, но при этом был очень такой позитивный дядька. Второй наш герой, который жил в доме на набережной, это дипломат, он большую часть жизни поедет. Потом у него была такая интересная история с клапанами, которые мы меняли периодически, и врачи говорили, так, ну, вот этот до конца жизни. Клапан стачивался, ставили второй, но это точно до конца жизни. Он говорит, вот сейчас я третий ношу, но этого, наверное, хватит. Вот, но наши долгожители, как мне показалось, они, или нам просто так попалось, потому что все-таки, скажем так, не ход спота, да, мы выбирали тех, кого нашли. Мы к ним ездили. Они вели действительно очень активную и директуальную деятельность. То есть вот этот дипломат, который Кури высточил четыре клапана, три клапана, он писал книги. Он, к сожалению, умер через некоторое время. Он довольно известный был долгожитель. Вторая женщина была профессором, которая писала тоже до конца работы какие-то. И говорит, мне не важно, кто их почтит, мне самой интересно. Говорила она в 102 года и сама рисовала к нему иллюстрации. Ну, остальные такие были сухонные долгожители, которым море покоряло. Вот так вот. Но, к сожалению, они почему-то не ходили в гериатрические центры, да. Хотя, хотя, хотя вот этот долгожитель, который из Кировочей Берси, который из Пулей, к нему пришла медвестра на дом, и это было не какое-то... Не то, что мы попросили это сделать, это был тоже план на обход, как в Коста-Рике, кстати. Знаете, мы были в Икинаве вот буквально две недели назад. Просто здорово совпало. И мы попросили очень... И были вместе с профессорами из герахмологического национального центра Японии. Там такой огромный есть центр. И они нас сопровождали, и мы ездили в деревню Викинаве, где живут долгожители. Вот. И действительно, очень простая деревня. И что нас удивило, мы вот ее спрашивали... Да, мы пришли к этой женщине, возраст ее приближался к 100 годам. Во-первых, сначала... Вот я, наверное, надо было фотографии показать, уже на следующем форуме покажу. Я сначала не поняла, кто это такая. Я думала, это девушка, которая нас встречает, чтобы провести вот к этой бабушке, которая там лежит. Оказалось, что это она и есть. Оказалось, что когда мы вожья, она до этого танцевала. У нее был не доход включен, она танцевала, она каждый день танцует. Вот. У нее маме 108 лет. Вот. И нас, конечно, очень сильно интересовала медицинская помощь. Какая же вот ей медицинская помощь оказана, да? Вот четко совершенно ей оперировали катаракту двустороннюю. То есть она хорошо видит. У нее протезированы зубы. Это вот залог. Это вот очень важно. Если бы она плохо видела, она бы не была долгожителем. И она бы не танцевала. Вот. А все остальное вообще абсолютно. Она не ходит к врачам. Она вообще в медицинский центр вот обращалась там. Ну вот просто буквально там. Ну вот только по поводу того, о чем я сказала. И нас это очень удивило. И сложилось даже впечатление, мы смеялись с этим профессорами, что может быть она и потому так долго живет, что она не обращалась к врачам. Вот. Потому что, знаете, я, конечно, сама врач, я не хочу, так сказать, я не люблю, когда врачи ругают, потому что я считаю, что врачи вообще великие люди. Но я вам приведу такой пример. Например, вот когда мы определяем по такой специальной таблице риск инфаркта или инсульта у пациента, то там есть возраст, холестерин, актериальное давление, курят, не курят, и мужчины, и женщины. И вот когда мы говорим, вот у тебя высокий риск, то несмотря на то, что у него, например, еще не было ни инфаркта, ни инсульта, мы уже ему назначаем перечень обязательных препаратов, которые снижают ему риск. И вот если мы будем то же самое делать и точно так же подходить к пожилому человеку, то мы точно его покупим. Вот человеку за 80. Потому что, вот задумайтесь, высокий кардиокоскулярный риск – это риск умереть 5% в ближайшие 10 лет. Понятно, что для человека в 20 лет это, наверное, высокий риск. Но когда человеку, например, 90 лет, и у вас уже такой плохой прогноз, у тебя всего 5% умереть в ближайших 10 лет, но вот если мы тебя сейчас будем лечить, вот тут вот мы твой прогноз, конечно, изменить. Поэтому вот в гириатрии, например, есть такой закон. Вот если приходишь к терапевту, условно говоря, то его задача – назначить лекарство, чтобы лечить. Если приходишь к гириатру, его задача – отменить лекарство, чтобы лечить. То есть вот абсолютно разные подходы. Но про гириатрию я долго могу говорить, поэтому мне надо, пожалуйста, наоборот. Спасибо. Спасибо большое. Ну, да, я думаю, что у наших гостей появились вопросы, и мы будем рады на них ответить. Спасибо.